Отец-основатель, или как его еще называют опекун кинотаврика Марк Рудинштейн, снова на своем посту. Два года его не было на фестивале. После 15 лет президентства Рудинштейн отошел от дел. Эту должность занимала мисс Вселенная, президент благотворительного фонда «Спеши делать добро» Оксана Федорова. В этом году автор идей снова у руля. Признается, после предыдущей команды на корабле пришлось кое-что подремонтировать, а теперь снова в путь. Хоть и в этом году он оказался немного тернистым, но, несмотря на экономические сложности, продюсер, кинокритик, актер, основатель кинотавра признается на предложение вернуться, откликнулся с воодушевлением. Ну, как-то вот с радостью принял это. Вот как будто в молодость чуть-чуть вернулся. Это мое детище. 15 лет я его не пропускал. Вместо 700 человек, 400 человек. Это довольно серьезное падение. Но будем надеяться, что выкрутимся в следующем году. Мы не ожидали такого кризиса. Но творчество на кинотаврике в любом случае процветает. В Сочи съехались самые талантливые юные певцы, танцоры, актеры, режиссеры. Ребята набираются опыта, выступая на сцене перед авторитетным жюри, участвуя в мастер-классах. И здесь, на сцене Зимнего театра, сбываются детские мечты. У нас 18 лет, 17 детей ушли в профессионалы. К Спивакову, в Большой театр, к Грачевскому. Ну, кому угодно. Но ушли 18 человек. И многие сейчас играют в американском кино даже. Для меня главное не этот ребенок. Для меня главное, чтобы дети увидели этого ребенка. Вот это задача фестиваля. Чтобы они увидели талантливых детей и задумались о том, в какую сторону надо идти. А просто не задумались, стали интеллигентными людьми, которые любят искусство. Вот это для меня главное. А если появляется один-два таланта, это здорово. Мы счастливы от этого. Но больше меня волнует то, что вокруг этого таланта. 400 юных талантов будут бороться за главные призы в семи номинациях. Кинодебют, вокал, хореография, театр, мода, оригинальные жанры, шоу-программы. Есть у 18-го кинотаврика и свое отличие от предыдущих фестивалей. Своя фишка, как говорят режиссеры. Это тема театра. То есть все у нас посвящено волшебному искусству Мельпомена. Потому что следующий год в России объявлен годом театра. Поэтому, собственно, все направлено туда. У нас в открытии принимали участие сумасшедшие, обалденные, талантливые дети из театра студии Оперения, город Сочи. Они у нас были такой лейтмотивной линией своим пластическим театром, которые демонстрировали достопримечательности Сочи. Я узнаю детей, которые с года в год приходят к нам за победой и борются в творческих конкурсах. А за обладание главным призом я думаю, что это уже как бы крутая традиция. Конкурсанты действительно сюда возвращаются. А для многих из них участие в кинотаврике уже традиция. Здесь весело. Здесь всегда мои друзья и здесь всегда праздник. Хочу получить еще и опыт, кайф от этого, от пения. Я не могу сказать, что я хочу быть прямо актрисой, певицей, но мне нравится этим заниматься просто для себя. Это офигенный фестиваль. Здесь просто столько эмоций получаешь, заряжаешься от зрителей, энергией и отдаешь им потом свою энергию. Очень клево. Имена победителей 18-го кинотаврика назовут 10 ноября. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.